Олег Леонидович, ну уже не первый год проходит танковый биатлон. Вот Вы сегодня сказали, что видно, что бесплатно спортсменов каждый год остановился. Вы ссукуете нам, какие из каких-то выводов были? Вы видите, условия конкурса несколько меняются в каждом году. В сторону усложнения. Конечно, не последняя роль занимает зрелищность, но мы уже на эту тему с Вами говорили. В основном, все, что Вы сегодня увидели, что было до этого, все взято с наших руководящих документов, с курсов встреч, с курсов влаждения. Это результат такой планомерной боевой подготовки. Лучше из лучших, я думаю, это касается всех стран, не только России, все демонстрируют свое мастерство. А то, что результаты, ну сегодня единственное, что может быть, вот команда Индии, мы ожидали, что она пойдет в финал. Но технику у них там немножко подкачали они. В целом, очень сильная и хорошая команда. Ожидаемо вышли все те команды самые сильные, которые у нас показывали хорошие результаты. Вот это Россия, Тестай, Казахстан и Беларусь. Я думаю, что 12 числа будет очень такой интересный заезд, потому что результаты близкие очень. И вот даже те, которые показали с минусом за счет штрафных рукоп или штрафстопов, вот это все же можно нивелировать путем дальнейших тренировок. Поэтому результаты очень-очень близкие. И там будет что посмотреть. В пользу случая приглашаем и вас всех, и зрителей. Кстати, сегодня тоже людей очень много, наверное, вы обратили внимание. Каждый день, хотя это будут дни и дни, что больше и больше приходят людей. Причем с детьми очень много это радует. Поэтому популярный, в том числе, танковый биатлон увеличивается. Особенно приятно, что это все создавалось. Игры начинались с танкового биатлона. Это идея министра обороны. И вот сейчас она уже, как же, пришла к такому логическому завершению, уже в таком массовости. Ну, смотрите, 19 команд. Здесь представлены, простите, все континенты. Очень сильные команды. А те, которые у нас в первый раз, как вот, в общем, команда Лаоса, тоже неплохо все показали. Поэтому я думаю, что с каждым годом это все будет улучшаться. И эти команды будут бороться уже, ну, если не за победу, то, по крайней мере, за место в первой тяжелете. Спасибо огромное.